Наконец-то в Крыму потеплело и за эту неделю зарегистрировано в Крыму 260 браков. Причем рекордный день оказался 30 апреля. В этот день было зарегистрировано почти 90 браков. Среди лидеров, конечно же, Симферополь, Ялта и, замыкая тройку, Феодосия. Ну а наш корреспондент посмотрела на саму настоящую золотую свадьбу, познакомилась с этими любящими людьми и сейчас все подробно вам расскажет. Горько! 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 Под крики «Горько» они смущаются так же, как и 60 лет назад. У Елены Петровны и Станислава Дмитриевича Семененко свадьба. И не простая, а бриллиантовая. Счастливые супруги признаются, что есть несколько секретов крепкой совместной жизни. Взаимопонимание, доверие, терпение, чтобы понимали друг друга. Создавая семью, надо преодолеть большие трудности, потому что воспитать детей – это очень тяжелая задача. Больше полувека они прожили в любви и согласии. Познакомились на танцевальной площадке в Доме офицеров. На внимание Елены претендовало в тот вечер двое. Соперник Станислава Дмитриевича подошел и пригласил Елену на танец первым, а ему она отказала. Сердце навсегда отдала будущему супругу. Эту историю не раз рассказывали детям. Отец решил через три дня уже жениться на моей матери. Она ему отказала, потому что в те годы на первую очередь стояло патриотическое воспитание, и она училась в медучилище. И она сказала, что ей надо сначала получить образование. И на долгие три года люди расстались. После того, как мать уже закончила училище, пошла работать фельдшером в сельское село, отец ее все-таки опять созвонился, писался в 59-м году, и все-таки победил его чувства. Елена Петровна работала врачом на скорой помощи. Когда было тяжело, спасал любимый супруг. Вот так, не отпуская друг друга ни на миг, они вместе идут по жизни больше полувека. По такому же принципу строят семью их дети. Основа, конечно, семьи их и наша, доброта, любовь, понимание. Вот, что и в принципе все время передавалось. 60 лет пролетели как один миг. Всю жизнь трудились и воспитывали детей. Сегодня здесь собралось сразу три поколения. Две дочери, шесть внуков, шесть правнуков. Что ты пожелаешь бабушке и дедушке? И бабушке, и дедушке, чтобы заболевать здоровье, счастье. Станы всегда были забыли. Счастливые молодожены говорят, жизнь прожить не поле перейти. И хотя у них нет ни одного бриллианта, для них главные ценности более весомые. Ольга Литвиненко, Анатолий Агеев. Утро нового дня.